добрый день коллеги чтобы не происходило в нашем мире у нас есть дети у нас есть наши рабочие обязанности и есть весна которая очень скоро не успеем оглянуться перейдет в лето начинается теплый период года мы все живем в разных регионах и у кого-то этот период начнется уже скоро поэтому сегодня будем говорить про прогулки про занятий мы говорим много о прогулке как-то у нас остаются за бортом нашего интереса давайте сегодня попробуем исправить ситуацию вообще прогулка это такой элемент жизни детского сада который ну вроде бы нужен для отдыха для нашего отдыха для отдыха наших детей с другой стороны иногда честно говоря наверное на прогулке бывает скучновато если детям скучновато то они начинают лезть везде они лезут за забор на не лезут за какими-нибудь предметами которые находят благополучно на территории детского сада подбирают и изучают они могут подраться могут ранить друг друга в лужу что-то сделать такое еще вам тоже скучно поэтому вам остается только разнимать дерущихся детей или организовать какие-нибудь игры давайте сегодня поговорим о том как можно сделать прогулку не только интересной но и полезной для детей и конечно же для себя будем говорить о том как что можно сделать на прогулках в теплый период когда дети много времени уже проводят на улице конечно мы никакие занятия на прогулках не замышляем ну вот интеграцию всех образовательных областей мы можем сделать и можем сделать это с точки зрения практического практических навыков да когда мы не только какие-то знания детям даем но и обучаем каким-то очень важным компетенциям какие могут быть виды прогулок это традиционная привычная прогулка на участке детского сада конечно большая часть прогулок проходит именно так но все таки может быть вы сможете найти ресурс и сделать прогулки немножечко другими например используя инфраструктуру вашего города это парки сады может быть красивые защищенные набережные может быть это какие-то экскурсии на предприятие в магазинчике ну куда-то еще это могут быть целевые прогулки когда вы идете например ближайший парк или лес и изучаете там виды деревьев или то как деревья встречают весну распускаются почки так далее это могут быть тематические экскурсии которые посвящены какой-нибудь важной теме вот давайте попробуем сейчас представить что можно сделать на прогулке если рассматривать ее как время когда ребенок получает очень важные умения и рассматривать ее как время когда мы можем интегрировать все что дети получили в разных областях нашего знания в одно нечто целое в один целый такой образ и сделать это все силой ребенка конечно у нас на прогулках всегда присутствует физическая активность если это утренняя прогулка то это гимнастика если это дневная прогулка то это спортивные игры и сейчас я хочу предложить вам два новых формата гимнастик для прогулок почему в чем их новшество в том что это зарядки которые укрепляют не только тело ребенка но и его мозг мы сейчас будем говорить про нейропсихологические наборы упражнений итак первый набор упражнений нейропсихологическая зарядка и он может выглядеть примерно вот так первое это кнопки мозга первое упражнение когда детки нажимают себе на область груди чуть ниже ключиц и на живот растирают эти области и становятся немножко активнее вот такое чудесное упражнение колено локоть который включает все тело в действие и не только тело но еще и мозг особенно его межполушарные связи которые очень нужны детям для того чтобы создавать внутри себя какие-то целостные образы крюки вот такие вот упражнения для рук тоже очень полезная с точки зрения межполушарных связей и вообще развития всех связи головного мозга сгибание пятки когда детки ну здесь можно посадить на лавочку может быть данных на веранде и попросить сгибать и помассажировать свои пятки упражнение слон вот такое вот у слона есть хобот да одна рука вытягивается как хобот рука вытягивается в сторону и взгляд смотрит тоже на эту руку которая у нас хоботом сейчас служит и взгляд следит за рукой в результате ребенок становится более устойчивым развивается вестибулярный аппарат ленивые восьмерки для глаз снимают напряжение дают ребенку возможность лучше сосредоточиться ну и думающая шляпа когда мы растираем лоб растираем ушки можно вот так ладошками покреть глаза и после этого у детей но и взрослых тоже возникает ощущение свежести бодрости и детки становятся более радостными но и любимое упражнение всех детей это зевота когда вы говорите ребят сейчас можно позевать от всей души очень широко открывая рот и все они с удовольствием зевают это один вариант гимнастики которые можете провести и второй вариант он тоже связан с нейропсихологией это тоже упражнение которое развивает тело и структуры головного мозга обезьянка расчесывается по сути это массаж головы очень такой хороший массаж головы которые улучшают кровообращение головного мозга и то же ребенок становится бодрее ушки ушки растираются ладонями можно предположить что мы обезьянки теперь и обезьянки труд свои ушки рыбки рот ребенка приоткрывается он может взять пальчиками верхнюю и нижнюю губу и потихонечку их растягивать то есть массируем область губ и область рта сова поднимается вверх одно плечо голова поворачивается в другую сторону делается глубокий вдох и можно вот так вот в разные стороны покрутить головой поднимая плечо можно добавить еще и и движение рук вот так вот следующее дракон дети очень любят это упражнение она всегда смешно проходит мы предлагаем показать дракона который осматривает свои владения а потом дракон у нас летают все конечно бегают радостные летают и приземляется на остров начинает размешивать хвостом море ну понятно куда крепится хвост поэтому эти движения очень смешные очень веселые вся группа радостно хохочет кобра это упражнение можно сделать если у вас есть коврики на веранде потому что она делается лежа если вы стоите то его можно пропустить но и упражнение гусеница вы сможете потом презентации посмотреть она тоже делается на ковриках если есть такая возможность руки сгибаются в локтях ладошки упираются в пол на уровне плеч и дети выгибают туловище вверх потом ноги подходят к рукам и гусеницы у нас шагают бабочка тоже в положении сидя делается это упражнение можно захватить стопы руками пятки ближе к ягодицам мышцы расслаблены и у нас движение ног изображают взмахи крыльев бабочки это такая разминка которую вы можете проводить на своих прогулках ну а теперь мы движемся к основной части и конечно очень хорошо на прогулке заниматься исследовательской деятельностью но и даже более того если мы не будем заниматься исследовательской деятельностью дети все равно будут ею заниматься но не всегда нам понадобятся результаты потому что они могут исследовать и какие-то предметы которые будут для них опасными дети исследователи по натуре поэтому нам нужно только поддержать вот этот поисковый интерес ребенка и предоставить им материалы для исследования что мы можем сделать как раз на прогулках что очень важно чтобы сложилось детское исследование дети должны быть настолько раскрепощенными и интересующимся всем что они во первых они захотят исследовать и готовы будут идти за вами в поисках и у детей должна быть активная позиция желание исследовать желание самим что-то делать и если вот эти условия все совпадают тогда мы вместе с детьми можем исследовать мир вокруг и попробовать ну все что есть вокруг посмотреть понять его свойства свойства разных предметов стихий структур и так далее что мы можем поисследовать на прогулке мы можем сделать опыт и абсолютно безопасные на состоянии превращения вещества движения воздуха воды свойства почвы и минералов и условия жизни растений на улице это делать очень хорошо потому что если мы все это приносим в группы в детский сад то потом очень трудно убирать очень много грязи появляется в группах то что детские исследования не всегда ограничиваются размером одного рабочего стола как-то так получается что они по всей группе распределяются вот то есть мы можем поисследовать именно разные свойства разных минералов и веществ мы можем поработать над классификацией знаете конечно что уметь классифицировать это очень важно это говорит о том что мышление ребенка развивается правильно поэтому у нас есть возможность сделать классификации видов растений видов животных видов строительных сооружений если мы сможем прогуляться с детьми по городу видов транспорта и видов профессии ну конечно для этого для того чтобы показать все профессии нужно будет из детского садика все-таки выйти и оказаться на какой-нибудь экскурсии окружающий мир что мы можем детям рассказать про космос страны континенты про карты и координаты нарисовать карту участка допустим садичного вполне можно путешествие и страны путешествие можно должен создавать на участке рельеф местности ландшафты обитатели но и также мы можем поисследовать историю человечества древние страны ремесла истории вещей истории региона и это можно сделать как на экскурсиях за пределами детского сада так и на самом участке чуть позже я покажу как мы можем это сделать когда мы с детьми занимаемся на прогулке конечно это будут не занятия ни в коем случае это будут другие формы работы которые интересны и нам и детям такие как эксперимент исследования это может быть долгосрочное исследование например три месяца мы можем наблюдать а что будет если мы посадим зернышко в землю как она будет развиваться как получится росточек и какие плоды мы получим это может быть наблюдение моделирование экскурсия интервью и другие формы работы главное чтобы дети в этих формах работы принимали очень активное участие давайте поговорим об особенностях разных форм работы чтобы вам было легче все это использовать детские эксперименты конечно детские эксперименты от научных очень сильно отличаются прежде всего это такая свободная работа когда дети наблюдают за каким-то веществами или существами и будьте готовы к тому что эксперимент может зайти не туда если дети очень сильно увлеклись они могут вам сказать а давайте мы еще что-нибудь посмотрим например вы понаблюдали за тем как вода проникает в клетки растений окрашивает их дети могут сказать а давайте еще посмотрим а давайте допустим посмотрим что будет если мы цветной водой будем поливать вот этот белый цветочек ну эксперимент пойдет уже по новому пути вот то есть когда вы планируете временный эксперимент не планируете его жестко потому что может пройти там 40 минут или час эксперимент не закончится а у вас уже чего-то еще спланировано и будет очень обидно и горько деткам если эта работа закончится на середине дальше очень важно чтобы у детских экспериментов было постоянное ваше речевое сопровождение чтобы дети могли видеть и слышать вашу речь одновременно и учиться объяснять то что происходит сначала это ваше речевое сопровождение затем это внешняя речь ребенка потом это внутренняя речь потом умение пользоваться своим мышлением для того чтобы экспериментировать уже более взрослой жизни дальше это право на ошибку предусмотрите возможность совершить несколько попыток то есть когда вы готовите материалы на эксперименты но я готовлю например в троекратном размере потому что с первого раза может все не получится со второго кое-как с третьего получится ну вот чтобы запас был потому что опять-таки очень горько и слезки могут пролиться если что-то не получилось а больше не из чего делать эксперимент вот но и конечно это соблюдение техники безопасности совсем отпускать на самотек нельзя эксперимент нужно конечно предугадать как может развернуться это событие как поведут себе материалы но эксперимент бывают детей разные конечно как мы организуем совместную работу вот здесь наверное такой путь который мы делаем с детьми начиная от совсем маленького возраста и заканчивая уже вполне солидными дошколятами 6 7 лет первые эксперименты по принципу рука в руке это вариант для маленьких совсем ребяток подходит для малышей то есть воспитатель просто берет руку ребенка и помогает ему делать движение когда чуть-чуть детки подрастают то это может быть эксперимент типа эстафеты то есть мы задание дробим на мелкие операции каждый ребенок делает одну операцию как-то мне довелось водить экскурсию детей на лабораторию мороженого на паблику мороженого и там изготовление мороженого было разделено как раз на операции один ребенок наливал молоко отбегал 2 добавлял ваниль отбегал 3 добавлял еще какой-нибудь ингредиент 4 включал кнопочку миксера 5 наливал все это в чашечку 6 холодильник все предели все счастливы все поучаствовали так тоже можно сделать коллеги пишут что нету звука проблема соединением поставьте пожалуйста огонечки тех кому хорошо слышно и видно все благодарю вас благодарю коллеги значит это проблемы нас на стороне отдельных людей я думаю что у вас получится это поправить следующее после того как мы по эстафетки попробовали следующий вариант это делаем сами то есть мы говорим как сделать дети у нас самостоятельно делают эксперимент мы наблюдаем и стоим рядышком на случай если что-то пойдет не так следующий по сложности вариант когда воспитатель сознательно делает какую-нибудь ошибку и ребята должны эту ошибку исправить например он говорит а давайте ребята мы сейчас вот эту железную игрушку металлическую игрушку запустим воду пусть она поплавает ой не плавает а почему так получилось и дети счастливые справляют воспитателя они вообще это очень любят делать исправлять ошибки ну и последний этап это это руководители которые тоже дети обожают но здесь нужно иметь такой такой хороший запас лояльности педагогического мастерства чтобы разрешить детям собой поруководить то есть они стоят кружочком и говорят что делать а воспитатель делает то есть поменялись местами вот вам варианты опытов которые можно сделать опыты с водой на участке это можно делать очень даже здорово потому что уже точно пол не зальют никто ругаться не будет что полы мокрые главное чтобы была сменная одежда что вам понадобится разные вещи которые у нас связаны с измерением воды это сосуды разной формы объема тазики миски бутылки стаканчики дальше вы можете взять те продукты которые каким-то образом могут взаимодействовать с водой то есть раствориться в ней или подкрасить воду или сделать ее разного вкуса ну например молоко соль сахар лимон панилин разные мензурки разные резиновые игрушек из которых получаются замечательные фонтаны природные материалы которые мы будем проверять на плавучесть разнообразные материалы бумага поролон пробки проволока которые мы будем проверять на намокаемость различные игрушки тяжелые легкие здесь же могут быть песочные часы весы безмен ну и прочие вещи для того чтобы каким-то образом измерять вес и объем что мы детям рассказываем про свойства воды такие как текучесть прозрачность отсутствие запаха способность окрашиваться спокойность способность принимать форму сосуда способность склеивать ну и используя растение мы можем показать ребятам как вода необходима для поддержания жизни растений растение немножечко увяло водичку полили и она снова радостная вот такой вот красивый эксперимент вы можете провести тоже не боясь измазать все вокруг когда мы наливаем стаканчики воду разноцветную соединяем эти стаканчики салфеточками бумажными и мы видим как цвет переезжает из стакана в стакан вот здесь стаканчики были желтой и синей водой и в среднем стаканчики в результате нас получается зеленая вода вот такое вот такая водяная мельница это готовая игрушка но я думаю что они в магазинах тоже есть ну и проверка плавучести предметов тут можно использовать камушки и стаканчики и все на свете и вот такая вот чудесная игрушка я прям восхитилась смотрите водяной стенд это конечно делали или очень очень креативные воспитатели или очень креативный папа чей-нибудь у которого еще руки растут из нужного места вот то есть ребенок наливает воду из бутылочки вверх вверху и вода по всему этому стенду путешествует переливается из бутылочки в бутылочку капает течет по трубам вот такая вот очень интересная самодельная игрушка я думаю что теплым летом или даже теплой весной малышей очень даже можно занять на таком водяном стенде следующая подручная среда которая у нас есть это песок песка у нас тоже предостаточно да на на участках у всех песок есть и это чудесная среда которая стимулирует человека и человек в этой среде чувствовать себя комфортно и защищенно но вы можете вспомнить себя когда вы вместе с детьми играете в песочнице или еще лучше себя на песчаном побережье около какого-нибудь теплого морюшка и понимаете что песок всегда песок всегда это спокойствие ну и кроме того дети к песку тянутся интуитивно всегда им очень нравится играть в песок они готовы там сидеть часами поэтому сделать какие-то интересные вещи в песочнице вам тоже будет легко потому что дети просто дети это любят что мы можем сделать игры на развитие сенсорной чувствительности можем дидактические игры провести можем порисовать песком провести даже игры терапию и можем позаниматься в интерактивной песочнице но это если она есть игры на развитие сенсорной чувствительности это любые игры с прикосновением когда детки прикасаются к песку и начинают чувствовать вот этот вот как песок касается их рук например отпечатать руки до грабельками разгрести песок до рыхлого состояния и отпечатать все ладошки поскользить ладошками поверхности посравнивать отпечатки взрослого человека и ребенка ну и дальше можно следы животных сделать точно также различные секретики что спрятано в песке тоже если есть большая песочница на улице то можно в нее по закапывать разные мелкие предметы и дети будут их откапывать также могут ребята сделать красивые секретики закрывая их стеклышками безопасными конечно или пленкой и потом ходить друг другу в гости и разглядывать секретики здесь же мы можем закрепить какой-то материалы зубы из области речевое развитие математическое развитие когда разрешим ребятам использовать дидактические игры например на том же самом рыхлом песке можно писать разные письмена буквы и можно читать то есть очень даже удобно не надо сидеть с азбуками с букварями и можно спокойно на свежем воздухе потихонечку с ребятами учить буквы можно читать буквы то есть вы пишете какие-то легкие слова а ребята пытаются их прочитать здесь же можно познакомить ребят с основами географии потому что в принципе песке можно сделать очень даже хорошую страну в которой будет несколько городов например будет речка какая-нибудь море гора какие-то еще элементы земной поверхности могут быть стороны света но и даже если вы хотите провести такое занятие то могут быть еще и карты созданы вот этой вот волшебной страны также мы знакомим детей со свойствами материала и говорим что есть у нас песок сухой песок влажный и они разные по свойствам здесь же можно точно также с помощью песочницы и прутика познакомить с геометрическими формами трехмерными фигурами и много еще с чем то есть мы по сути песок используем как такую вот доску интерактивную очень удобно и знакомим детей со всем что нужно хочу показать несколько примеров дидактических игр готовых чтобы было понятно как это проводить ну и если вы скачаете презентацию вы сможете эти игры забрать себе и ими пользоваться узоры на песке взрослые рисуют разные геометрические фигуры простые и сложные узоры здесь могут быть прямые дорожки волнистные дорожки лесенки-заборчики а ребенок должен нарисовать точно такой же узор еще один вариант когда взрослый рисует на досочке или на листе бумаги ребенок прутиком повторяет это в песочнице также можно узоры в песке выложить с помощью камушков орешков желудей еще какого-то природного материала красивых пуговок и много чего еще вот такая вот хорошая игра следующая игра упражнения которая тоже мне нравится это уроки волшебства когда мы можем в песочнице создать целый мир со своими закономерностями со своими условиями и мы можем сделать например лес поляну и обитателей то есть мы здесь закрепляем знания о лесных жителях мы можем сделать море озеро реку и запустить туда игрушечных рыб и точно так же поговорим о этих природных ландшафтах можно сделать сад и огород можно даже сделать космос с планетами поскольку песок позволяет сделать нам все еще интересное и очень нужное упражнение которое называется мы едем в гости не секрет что у нас у многих деток пространственное представление сильно прихранывают но по крайней мере я на своих детках это вижу что право-лево вверх-вниз иногда сложнее чем открыть какой-нибудь игру в спортфоне поэтому это хорошее упражнение которое можно повторять бесконечное количество раз просто меняя обитателей меняя главных героев но и мы пространстве песочницы закрепляем умение вообще двигаться в большом пространстве например какие можно провести занятия мы едем в гости к зайчику уплывем навстречу дельфинам путешествуем с лошадкой все что хотите там любого зверя и как это проводится то есть мы говорим чтобы попасть гости к зайчику нужно например поехать отсюда повернуть налево проехать немножечко прямо перелезть через гору пройти по мостику еще и предлоги закрепляем да тот кто занимается с ребятами изучением языка понимает что умение использовать предлоги для детей очень важно да это структура речи предлоги структурирует речи но не всегда получается с предлогами иногда тоже бывают проблемы вот игры с мокрым песком здесь есть дополнительные условия безопасности то есть у детей не должно быть порезов если порезы на пальчиках то мы по крайней мере заклеиваем водонепроницаемым пластырем и потом обрабатываем руку дети должны ну или клеенчатые передники или одеты в ту одежду которую вы потом сможете поменять чтобы они не шли в той же одежде домой водичка должна быть теплой то есть это как раз летнее развлечение но и постепенно и можно снижать будет закаливание и обязательно должен быть источник чистой воды и салфетки но самый простейший вариант это ведерко с водой потому что когда руки споласкивают в воде песок опадает же вниз ну и все салфеткой протерли и мы снова чисты упражнение отпечатки на мокром песке отпечатки получаются очень здорово здесь можно использовать разные формочки камушки природные материалы получая такие вот барельеф и горельефы и для ребенка это тоже очень интересно здесь также можно поклассифицировать разглядывая отпечатки но много чего можно сделать вот вам еще одна готовая игра игра для малышей цель игры это закрепить представление о пространственных трехмерных геометрических формах ну и параллельно еще и научиться их разделять различать жители песочной страны попросили построить домики но колобок хочет жить только в круглом домике жирафик только в прямоугольном потому что ему ну трудно жить в квадратном домике шея длинная вот а бегемотик хочет жить в квадратном там ему хорошо допустим в правом верхнем углу будет жить бегемотик давайте там построим квадратный домик ну и так далее то есть вы даете условия тех задания и ребята по тех заданий устроить вот эту песочную страну следующий элемент который мы можем поисследовать я рада что очень интересно потому что сижу и думаю они слишком ли простой материал вот хорошо что вам все нравится в сторону что еще можем поисследовать воздух которого много на прогулке много в разных видах виде теплого горячего воздуха в виде разнообразного ветра который дует виде детского дыхания то есть все это тоже можно нам посмотреть мы знакомим детей со свойствами воздуха такие как быть невидимым быть очень легким сразу же не говорим невесомый да потому что потом учителям физики когда детки подрастут придется их переучивать мы говорим что воздух обладает силой ветер что воздух есть внутри человека и снаружи что он легче воды и что горячий воздух легче холодного и поднимается вверх теперь смотрим все это на практике вот пожалуйста в группе мы бы такой эксперимент не смогли сделать а здесь вполне можно то есть мыльная вода трубочки индивидуальная и куча куча мыльных пузырей которые у нас возникают в тазике и детей очень сильно радует или вот такое вот интересное наблюдение когда мы запускаем кораблики бумажные детки дует под воду получаются такие подводные течения до эти течения перегоняет кораблики с места на место если мальчишки азартные можно даже посоревноваться кто быстрее поможет своему кораблику доплыть до пристани но не забывайте вот про такие вот чудесные вещи как воздушные змеи если у вас получится его запустить то дети научатся многим вещам может быть для кого-то это будет первый шаг к авиамоделированию до к авиаконструированию змеи у нас есть в продаже и они стоят совсем недорого поэтому одного можно закупить или кто-нибудь принесет из дома но еще интереснее особенно если детки взрослые найти тех задания в интернете и сделать всем вместе змея посмотреть летает он или нет доработать так чтобы он летал это получится целое большое исследование это вот эксперименты то есть три стихии такие как вода песок и воздух ну и для эксперимента еще много-много всего есть есть разности природные явления дожди туман что-то еще грозы град есть много-много растений вокруг есть животные есть времена суток и все это с ребятами можно наблюдать буквально касаясь руками летом и это очень хорошо наблюдение что можно понаблюдать такая чудесная вещь как приусадебный огород места нужно совсем немного то есть на группу это может быть одна маленькая грядочка на которую вы посадите все-все-все и здесь уже можно делать длинное наблюдение долгосрочное когда ребята видят сначала семечки потом раз точки а потом уже видят во что это все превращается что мы можем понаблюдать с растениями можем понаблюдать стадии развития мы можем поговорить о роли света в жизни растений ну обычно такой простой эксперимент одно растение мы держим в тени прикрываем его от солнышка а второе остается на солнышке через недельку открываем занавеску у второго растения и сравниваем как они отличаются вода в жизни растений вот здесь на картинке очень чудесный очень красивый эксперимент тоже много нам не надо нам надо 4 стаканчика подкрашенные воду красками обычной гуашью и нужно 4 листика салата пекинской капусты как она называется у нас может как-то по-другому китайский салат иногда называют главное чтобы она была не зеленая вот именно такая светленькая ну и мы видим как листочки приобретают свет и ребятам рассказываем что таким образом листочки поглощают воду очень интересное наблюдение и очень красиво и что у нас еще много на приусадебном участке это свет и тень и здесь тоже можно бесконечно много делать можно делать разные красивые тени можно взять кристаллики посмотреть преломление света можно взять но если есть возможность шланг с водой то есть когда мы воду направляем рассеиваем мелко то мы можем получить свою собственную радугу это тоже детям очень интересно то есть свойство цвета света тоже мы можем сделать но и моделирование те вещи которые вы бы ни за что не разрешили себе в группе на улице можно вполне себе совершить но например запустить ракету вот здесь вот написано как эту ракету запускать то есть вы делаете бутылку берете бутылку из пробки делаете ракету чуть-чуть прикрываете эту бутылку а в бутылку наливаете водичку добавляете уксус соду и после этого бутылку закрываете пробкой ракетой но понятно что это ракета через какое-то время просто взлетит воздух и будет счастливый визг детей точно так же если вы не хотите связываться с уксусом можно сделать очень простой эксперимент с газировкой с кока-колой да пока она еще есть и с конфетками ментас то есть если их соединить вместе то получится тоже очень даже красивый эксперимент там огромное количество такой разноцветной пены и точно так же можно на таком топливе запустить ракету вулкан очень зрелищный опыт сама с детьми делала счастливый визг вам обеспечен точно так же нужно сода пищевой краситель и уксус туда же мы добавляем моющее средство для посуды и воду все это смешивается все кроме соды и ребята делают из песка такую гору внутри отверстие туда заливаем смесь моющего средства воды и уксуса с пищевым красителем да тут лучше красный брать какой-то такой яркий потом туда засыпаем соду и получаем вулкан детская биостанция это немножко покруче чем огород и когда дети исследуют разные свойства растений разные виды растений сравнивают их и это уже развлечение для 5 6 летних детей наверное не развлечения но и хорошее очень занятие то есть здесь уже дети могут выращивать помидорки разных сортов например или морковку разных сортов дети учатся ухаживать за растениями за животными может быть тоже до извержения вообще классные всем нравится ну и знакомство с многообразием разных растений что еще можно разместить на открытом воздухе еще варианты которые тоже вызывают виск виск восторга и детей надолго занимают это военный лагерь тут нужна такая армейская палатка зелененькая которая может быть где-то еще сохранились ее просто разбивают на территории детского сада и там можно делать все что угодно стрелять в дартс например делать какие-то военные сборы полосу препятствий бой на водяных пистолетах все что угодно еще интересная вещь которая видела эта стоянка археологов для стоянки археологов нам нужны такие интересные вещи как черепки посуды позаботьтесь о том чтобы они были не острыми то есть мы чуть-чуть краешки обтачиваем чтобы они были такие гладкие и нужны разнообразные кости есть такие наборы которые из которых можно сделать скелет мамонта я их довольно много видела в разных магазинах вы тоже можете такой набор купить вот могут быть какие-то еще самодельные косточки допустим и все это богатство то есть стеклышки черепки посуды косточки там послания какие-нибудь на бересте закапывается в песок и детям рассказывают о том как археологи раскапывают артефакты древности даем в руки там совочки кисточки и они идут откапывать все эти артефакты спортивная многофункциональная площадка с полосой препятствий площадка для игры с водой на может быть даже общая одна на детский сад может быть метеостанция тоже у нас детских садах есть метеостанции когда дети ведут на полном серьезе наблюдение за погодой то есть там петрячок можно поставить площадочку для сбора воды ну термометр барометр что найдете и каждый день группы ходят и замеряют погоду метеоусловия вот это наблюдение но теперь из таких веселых развлечений которые тоже объединяют все умения детей это квесты для квестов много места не надо то есть в принципе для трех четырех пятилетних детей квест вы можете сделать на участке одной группы или с соседями объединиться сделать один квест на две группы если это подкаты вишки то вы можете задействовать территорию всю территорию около детского сада что это такое это сюжетная игра в которой нужно пройти игровой путь и по дороге решать разные игровые задачи вот чем хорош квест тем что можно туда упаковать вообще все что нужно с детьми повторить это могут быть какие-то сведения из изучения языка либо математики это могут быть какие-то оздоровительные вещи когда нам нужно заставить детей подвигаться это могут быть вещи которые связаны с искусством интеллектуальные викторины то что связано с ознакомлением с окружающим миром кроссворды ребусы моделирование экспериментирование все что угодно здесь самое главное что дети идут по дороге эта дорога полна открытий и открытия по дороге совершаются варианты оформления игрового маршрута как это можно сделать это может быть маршрутный лист когда таинственный персонаж приходит в группу выдает карту по которой нужно искать сокровища и группа весело отправляется эти сокровища искать может быть маршрутный лист по маршрутам может быть карта просто с обозначениями это могут быть следы нарисованы мелом на асфальте это может быть цепочка записок когда детям дают первую записку они отгадывают название и понимают допустим кроссворд отгадали и слова подсказывает где искать вторую записку и дальше они уже эти записки собирают либо это кодовое слово когда за каждое задание дети получают одну букву потом из них из этой из этих двух складывают одно слово вот варианты заданий которые можно использовать на квесте на сообразительности интеллектуальное задание собрать пазл кроссворд разгадать ребус найти кто лишний там четвертый лишний очень важное для становления мышления игра собери буквы в словом зашифрованное слово найти слова в буквах ну вообще любые за не задания которые нужны для развития детей вы можете туда упаковать варианты заданий на ловкость например оползти между веревками пролезть через туннель какой-то пройти по тоненькой дорожке перепрыгнуть через препятствие попасть в цель мячиком ну и дальше поскакать пройти по островам и так далее но и для того чтобы сделать квест воспитатель должен много и хорошо потрудиться потому что это занятие готовится заранее поэтому очень хорошо на квест объединяться с соседями в соседними группами которые не очень сильно по возрасту отличаются например старшая подготовительная и мы с коллегой делите работу пополам и потом сидеть и радостно проходит этот квест что вам нужно выбрать актуальную тему сформулировать цели и задачи найти какой-то яркий сюжет приготовить реквизит ну и провести квест желаю вам в этом удачи это очень интересное путешествие и для самого педагога а вот еще хочу подсказать сюжеты квестов которые всегда проходят на ура поиск клада всегда нравится всем путешествие в сказочном городе большое космическое морское путешествие когда у вас есть условная планета или острова и вы по ним перебираетесь помощь герою попавшему в беду например баба яга утащила белоснежку а теперь нужно идти по карте искать бабу это может быть соревнование двух команд и это может быть строительство из фрагментов то есть когда за каждый конкурс дети получают кусочек того из чего нужно сделать целое например построить дом королевство и так далее ну и темы то есть темы которые очень хорошо в квестах прорабатываются конечно все темы по образовательным областям темы по оба же тоже очень хорошо в квестах проходить правила дорожного движения например путешествие с айболитом один дома обучение этикету и вежливости квест в поисках настоящей принцессы любые квесты на тренировку социальных коммуникаций на сейчас еще покажу немножко ну и квест ранее профориентации город мастеров доклад искать это вообще очень здорово ну и последнее из того что я расскажу вам сегодня и что можно проводить на природе это тренинги командообразования вот такой вот взрослая казалось бы мероприятие но для деток очень хорошо подходит во первых они у нас ну вот детки современные они совсем плохо умеют играть вместе они же все в основном играют гаджетами либо по домам сидят и вот этого опыта совместной работы у них нет тимбилдинг да то же самое команда образования поэтому вот такие вот тренинги они очень сильно ребят укрепляют и учит их быть действительно команды что это нам дает опыт совместной работы умение чувствовать друг друга без слов это тоже иногда словами непередаваемый опыт но я вот могу сказать на своих ощущениях летом я иногда в вашу группу детей в лагерь и вот первые два дня своих не узнаешь то есть где они там всегда страшно что потеряются начиная с третьего дня во первых они держатся стайкой и поворачиваются по сигналу то есть один повернулся и все идут за ним а во вторых начинаешь видеть своих детей по их движениям по динамике движения и уже становится тогда не страшно то есть своих всегда по походке узнаешь это тоже важный навык и можно детей этому научить помочь распределить роли в команде помочь подружиться дать опыт совместного проживания победы потому что это важно и опыт совместного достижения цели и вот здесь несколько упражнений для тимбилдинга которые подходят для деточек разных возрастов кочки для 4 5 6-летних можно проводить уже четырехлетком понадобится помощь взрослых то есть там через каждые три ребенка можно поставить взрослого например выкладываются кочки это могут быть просто листы бумаги а4 либо кусочки дерева или кусочки разрезанного коврика пенки туристического и детки должны по кочкам перейти на условный берег условной реки и при перейти так чтобы на каждой кочке стояла максимум две ноги то есть три ноги уже нельзя таким образом команда переходит упражнение солнышко дается резинка завязанная в кольцо к ней привязаны веревочки по количеству игроков то есть если они все за веревочки потянут то резинка становится шире если перестанут тянуть то она становится уже и таким образом резинку можно захватывать какие-нибудь предметы и их переносить вот это упражнение но как раз помогает ребятам чувствовать друг друга без слов то что называется чувство локтя вот такая вот гусеница если вы проведете такое упражнение то сразу же выделите лидеров и отстающих вашей команде то есть широкая полоска ткани которая сшита в кольцо и дети должны идти вперед продвигая все время эту полоску ткани желоб такие желоба продаются в магазинах сантехники то есть это тоже очень дешевый материал и ребятам нужно выложить желоб так чтобы мячик сверху вниз скатился но и вариант для жарких дней можно предложить сделать желоб и пустить по нему воду чтобы она не провелась никуда в сторону и любимая всеми паутинка паутинка когда нужно проползти между веревочками натягиваем веревки между деревьями получаются такие окошечки и в каждое окошечко может проползти только один ребенок для второго ребенка нужно уже искать какой-то другой путь ну и на этом все я вам рассказала достаточно много сегодня у нас осталось совсем немножко времени и если у вас есть вопросы задавайте их кто-то здоровается кто только что присоединился то есть летом на прогулке весной на прогулке мы можем сделать очень и очень много самое главное наверное самому сохранить внутри себя ребенка чтобы тоже было интересно забавно и вулканы делать и ракеты отправлять в космос и устраивать вот такие вот квесты спасибо вам что слушали сейчас я посмотрю вопросов я пока не вижу берите идеи скачивайте презентации пусть ваша весна и ваше лето будут теплыми будут спокойными и ваши детки расцветают и растут за это летом ну если вопросов нет я вопросы не вижу тогда до свидания я могу оставить на всякий случай свои координаты и всего доброго ваше лето и